А сейчас рассказ о поездке в Соединенные Штаты, в Сан-Франциско, которую я вот, милостью Божией, осуществила этим летом, в июле, совместно с иконописцем из Храма всех скорбящих радости Ольгой Черня, которая везла туда икону Воскресения Христова, написанную ею специально для храма всех скорбящих радости тоже Сан-Франциско, в котором служит и, в общем-то, является хранителем и смотрителем великой святыни, мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Служит друг нашего мастыря, замечательный человек и батюшка, протеерей Петр Перекрестов. Вот к нему в гости мы отправились по его приглашению на сам праздник святителя Иоанна, который празднуется в первую субботу, ближайшую к второму июля. Почему так? Потому что в Соединенных Штатах довольно большие расстояния, и в будние дни, если праздник выпадает, им очень трудно туда собраться. А на праздник в субботу и воскресенье приезжают со всех концов страны из разных штатов и даже из-за рубежа, из Европы было очень большое представительство. В моем фоторассказе будут несколько разных страничек из жизни православной Америки. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят И листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю? Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу лаская А на сердце опять горячо-горячо И опять, и опять без ответа А листочек с березки упал на плечо Он, как я, оторвался от ветра Небольшим таким музыкальным выступлением Я хотела сказать вот что Когда начиналось наше путешествие по Калифорнии Мы ездили очень много За 10 дней успели много что посмотреть И природу, и православие, монастыри, храмы Повстречаться с людьми Отец Петр был за рулем В первый же день мы поехали в греческий монастырь И он говорил, ну готовьтесь Скоро включу вам антологию свою, коллекцию И мы были заинтригованы Что там за антология такая И в конце уже стали просить его Ну так когда же? Он говорит, нет, еще не время Еще не время И вот он вышел в такое время Когда появились там совершенно разные ландшафты Очень различная природа Наконец он выждал время Когда появились такие довольно пустынные Уже закат был Пустынные места Какие-то холмы Безлюдность Никакой растительности И тогда он говорит Ну вот сейчас пора И включил вот эту песню Которая, наверное, очень хорошо демонстрирует то Что они русские люди Как они любят Россию И вплоть до того, что собирают эти песни У него эта антология на два с половиной часа Там группа Любе Там Борис Гребенщиков Градский Там Кинчев Тальков И в общем весь такой вот русский рок И вот он это очень любит Мы это там слушали И оно по контрасту является таким подтекстом К тому, что мы видели вокруг себя Но бывает и пышная растительность Как вот здесь Я начну разговор с такой маленькой зарисовки Самого Сан-Франциско И вообще о Калифорнии Фотографии скажут сами за себя А я буду немножко комментировать Ты никогда не бывал В нашем городе светло Нас вечерней рекой Не мечтал до зари Друзьями ты не броди По широким проспектам Значит ты не видал Лучший город земли Песня плывет Калифорния Сами американцы считают ее Самым удивительным таким штатом В котором самая разнообразная природа Не то, что в Америке, а на земле Кто-то посчитал Вот такой вывод То есть встречаются все типы природы Все типы климата Огромное количество разных растений Водоемов И что касается климата Вот это Тихий океан В океане вода очень холодная Примерно градусов 12 Это знаменитый мост Часто его показывают на телевизору Никто не купается Кроме серфингистов Но тем не менее Это курортный город Сюда приезжают отдыхать А еще это город деловых встреч Сюда приезжают на разные конференции Различные Это следы отца Петра Сейчас будет сам родитель Петр Вот он Дет Петр у нас прославленный фотограф Он все время меняет объективы Носят огромную сумку свою фотографическую В океане мы не купались Вот он немножко преобразился А просто погуляли И что можно еще сказать Да, вот песчаный пляж Казалось бы, такая заманчивая вещь Но купаться невозможно Это город курортный Здесь загорают Здесь очень много приезжих Со всех концов земли Около миллиона жителей Там Семьсот и девятьсот тысяч Ну, конечно, в каждом городе Есть памятник Колумбу Потому что он здесь и не бывал Но стоит И очень красивый ландшафт Это, надо сказать, что уникальное место В смысле климата Отец Петр предупреждал, когда мы летели Что вы возьмите теплые вещи А у нас 35 градусов В это время здесь было Примерно Потому что в самом Сан-Франциско От 12 до 19 градусов в июле тепла А чуть-чуть, буквально 20 минут Глубь континента Уже может быть 35 Он находится в таком поглублении Между горами И все облака с Тихого океана Собираются там и ходят так Кругами на Сан-Франциско Это город туманов Здесь можно было встретить Просто вот облако Переходит дорогу отдельно Не просто туман, а облако А дождей нет Вот эта типичная архитектура Сан-Франциско Это город, построенный В середине 19 века Довольно-таки молодой И вообще в Калифорнии Через одно название Сан-Франциско Санта-Круз Санта-Роза Сан-Жозеф Санта-Барбара Там же где-то находится То есть это место осваивалось католиками В 19 веке Поэтому такие названия И вот здесь обычно все фотографируют Типичную архитектуру Сан-Франциско Это двухэтажная Америка Там вдали виднеется, конечно, и другая Америка Деловая Но таких небоскребов огромных, конечно, как в Нью-Йорке нет Ну вот какой-то католический сабор И все время облака Очень редко бывает Какое-то солнце Растительность пышная Ну мы по Сан-Франциско ходили в основном Ну вот буквально час прошлись А в основном это были пробеги по православным местам Сан-Франциско 13 храмов православных Там они были всегда Когда в Минске, например, было четыре еще храмов А там уже было даже два года открытых А там уже было 13 Это был не из Эккалипта, а это сам Эккалипт Какие-то растения Я просто хотела показать особенности ландшафта Это два смиренных батюшки ведут нас по Сакраменто Это уже Сакраменто Вот остановлюсь здесь Сакраменто это не слово из песенки, из кинофильма «Формула любви» Это столица Калифорнии Я это сама узнала только этим летом А вот это дом губернатора То есть каждый человек становится губернатором Он заселяется в этот дом и плавает в этом бассейне Так что Шварценеггер тоже здесь где-то плавал И почему-то этот батюшка, который нас встречал Замечательный такой батюшка Он очень хотел Отец шестерых детей Он такой в греческом стиле батюшка С такими детскими глазами Там вообще люди очень такие характерные У них как-то на лице написан их характер Он очень хотел, чтобы мы пошли в Капитолий Капитолий это такой, как у нас дом правительства У них обязательно Капитолий с таким куполом Это вид купола изнутри Туда пускают всех Там пускают всех не просто в здание, как в музей А пускают на заседание парламента Или там правительство, что у них там заседает Там мы, правда, поснимать не смогли Но там идет заседание, ты заходишь Это как бы демонстрация такой полнейшей демократии Ты, конечно, ничего не понимаешь Вот эта лестница туда идет Но, так сказать, поучаствовать и послушать можешь Это мы на местный небоскреб собрались И вот батюшки пытаются что-то обозреть Конечно, пальмы Но можно и березку встретить И теперь мы возвращаемся через вот этот мост Который называется Золотые ворота Голден Гейнс Возвращаемся в Сан-Франциско Теперь уже в храм, где хранятся Святые мощи святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциско Храм достаточно большой И построен он был, как раз это детище святителя Иоанна Построен был при его жизни, но не завершен Святитель Иоанн приставился в 66-м году И еще есть люди, я только покажу там на фотографии Которые его помнят Которые были теми самыми детьми Которых он вывез из Шанхая в свое время И немного потрудился для того, чтобы они обрели на вторую родину А прославление мощей было в 93-м году То есть через 27 лет И очевидцы этого события рассказывают о том, что это было чудо настоящее Когда открыли гроб И было видно совершенно медленное тело Полностью сохранившееся мощи Светлый лик и благоухание от него И сейчас со всей Америки стекаются И они преувеличиваются Если скажу, что это одна из самых главных святых День перед праздником В пятницу На середину выносятся Все священные служители в этом участвуют Выносятся прага с ночами И перед ней потом служится Акафис Там было три архиерея Большой вечер народу К ней приехали Вот эта сестра Евгения С удовольствием с нами сфотографировалась Она была письмоводительницей Ну, будучи девушкой еще молоденькой Была письмоводительницей Печатана на машинке У святителя Амбель Хорошо его было В этом храме Нет, наверное, так же, как в нашем державе Нет ни одного сантиметра нерасписанного Незанятого Усписью или анамитом Или мозаики у них нет Или иконами Отец Петр Является фрабулезным, долгодовинным Собирателем святынь И икон Это клирос Это царские врата А вот это немножко нерезко Но все-таки включили сюда Потому что это башлык Святого царя Страсотерца Николая И принадлежит Союзу русских, российских Кадетских корпусов Вот они подарили храм У них такая великое хранится В храме три предела Основной в честь Всевоскордающих радостей Иконы Знаменитые А вот это предел Иоанна Кронштадт Вообще там очень много церквей В честь Имена русских, российских святых И очень много наших икон И утвари И отец Пётр Пётр Постоянного заказывает Еще очень красивый храм Смотрите, так объемно Как-то тепло После причастия Отец Пётр Пётр разрешил Ольге Одно иконописец Постоять В царских ротах И посмотреть на роспись Внутри алтаря Еще Там оказалось Семисвечник И сам престол Которые сделаны В нашем монастыре Там эти очень дорожат Нас очень хорошо знают Вот эта неубиваемая чаша И вот тоже написана В нашем иконописце Интересно, что Как только мы появились В Сан-Франциско Выгружали чемоданы В углу отца Петра И тут подъезжает машина Оттуда выходит Такой веселый священник Как нам отец Пётр представил Архимандрит Иремей Он сам американец Хорошо говорит по-русски Молодой Оказалось, что он архимандрит Я говорю, батюшка Как же вы такой молодой И уже архимандрит Он говорит По грехам приемлю Выяснилось, что он еще и профессор Богословия Я говорю, ну как же вы такой молодой же профессор Он говорит, по грехам приемлю А вы, говорит, откуда? Говорю, а мы вот из Минска И Свято-Изолитинского монастыря Он тогда, о! И показывает так На свой подрясник Это же вот-вот Очень мне нравится Очень я дорожу Это было на каждом шагу Но куда мы не приезжали В чистом поле В чистом поле Теремов стоит храм Серафима Саровского Заходим Мне говорят О, это вы Мы смотрели Мы помним Мы знаем Выносят из алтаря Евангелия Вот нам прислали Мы вас заказывали По интернету Посмотрели Нам прислали Еще какой-то Приезжаем Совершенно отдаленный храм Такой в византийском стиле Там тоже Батюшка говорит О, у нас ваше облачение Мы вас знаем Где только нас не знают Даже в далеком монастыре Мы там не были У отца Евангелия В Аризоне Но мне рассказали Что у них тоже Наше облачение Это усыпальница Где до времени Хранились Святые мощи У святителя Иоанна И сейчас Сохранилась Как место для панихи Это уже сам праздник В большом стечении народа Очень ярко все И очень благоговерно Поют прихожане Все хотят петь Там люди В основном Музыка Образованы И в хоре Храма всех Скорбляющих радостей По праздникам Человек 60 Собирается Вот Они поют так громко От души Им даже Подзвучка не нужна А на этом празднике Был еще Мужской хор Они пели Очень хорошо Слаженно Замечательно Там поют Священнослужители Которые прошли Все Одну школу Это выпускники Джордан Бибельской семинарии Поэтому у них Один стиль пения Один тоже репертуар Они все знают И поют В любом месте Где бы они ни оказались Такое единство есть Тут два архиерея Там вообще было Три архиерея Большое количество священников Вот эта девушка Из Болгарии Вот эти Вот с йогой Конечно Тоже был крестный вход И теперь мы Это было сосредоточено Во времени Но я подряд Это сделала Здесь Перемещаемся В дом Тихона Задонского Который Основал Как раз Приют Который основал Святитель Иоанн И здесь же Была его келья И сейчас Здесь Тоже проживают Те архиереи Которые назначены Вот на эту кафе Сначала Храм Домовой храм Который Все в нем Было привезено Из Шанхая Самим святителем Иоанном И вот так оно было При его жизни При его служении Те иконы И сам Эконостас Который Незакословатый Но он конечно Имеет свою Священную ценность Это личные вещи Здесь все сохранено Как было Четкий Его посох И Кодила Большой портрет Святителя Иоанна А Ольга Посидела в кресле В котором Святитель спал Напомню Что Святитель Никогда не Ложился спать Многие это воспринимают Что он вообще Никогда не спал Нет Он просто не ложился То есть он не принимал Горизонтальное положение Для этого Ну и спал Очень-очень мало Отец Бёрд сказал Что в его келье Была кровать Она вот там Стояла За этим портретом Но он никогда Он к ней не мог Даже подобраться Потому что она была Завалена Всякими бумагами Какими-то Вещами Какими-то подарками Чем-то очень нужным Таким Поэтому Он конечно Ей не пользовался Этим Это его родители Интересно Что Святитель Иоанн Один из Может быть даже Святой У которого При жизни Наибольшее количество Фотографий Потому что Он же Жил в Америке Но уже тогда Была продвинутая Страна Поэтому фотографии Очень много Вот в этой книжке Которую сделал Отец Пётр По-моему Около 200 фотографий Что-то Я не считала А вообще Около больше Трехсот Сохранил Что даже И родители Не сфотографировали Вот это Это его личные вещи Очки Которых он как раз На этой фотографии И вот Мне удалось Только так Сфотографировать Потому что Как-то хотелось Вести благоговенность Очень Нерезко Получилось Но видно Что Ручки Прямо Телеком Сохраненные И Вот это Все наше Облачение Нашего мастеря После праздника Он передвигается Прямо Свощами Опять сюда И здесь Хранится Весь год О боговне Поют Два Три Священнослужителя Вот это Протерия Сергия Второй Священник Этого Соботова Два Постоянных Священника И еще Один Монах Вот они Дуэтом Так Как до Революции Поют И это Очень Красивое Монах Θεοτόκον Και Μητέρα του Φωτός Монастырь, живомосный источник. Этот монастырь был первый монастырь, который мы посетили, еще не будучи нигде. Ну, кто понимает, написано «Ранчо святителя Николая». Мы сразу же попали к святителю Николаю, он нас встретил, таким образом благословил на все дальнейшее наше пребывание в Америке. На этом ранчо находятся, то есть эти земли были отданы монастырю, вывезда, как и осталось. Там еще реабилитационный центр для детей и молодежи. И там находится греческий монастырь, которому 19 лет. Вот в него мы и поехали. Это женский монастырь, там немного сестер. Игуменья Маркелла, греческая монахиня. Но там есть илонины, есть и другие, и американцы. Им не благословляется выходить из пределы монастыря. Они очень смиренные, круткие такие сестры во время благослужения. А за трапезой мы не убили, могут и пошутить, и сказать «Окей» на что-нибудь там. То есть живые люди. Вот за 19 лет построили такой оазис пустыни. Это инжир с мокрым положением. Это съемки ранних ранних утров в 5 утра, поэтому все врачи. Нам не разрешили снимать внутри, потому что все съемки только наружные. Внутри мы были на литургии. Она была очень быстрая. За час прошла, наверное, вся литургия. Мне совершенно не показалось, что они спешили и суетились. Меня поразило пение в этом монастыре. Мне показалось, что вот это совершенное пение. Распивы были довольно сложные, но не было никакого напряжения, никакого усиления динамики. Вообще они пели в темноте, никто не ревинтовал, свечи даже не включали. То есть они стояли, просто и пели. Все слаженно, никто на это не смотрел. Вот это то, что обычно мешает как-то богослужению. Листа, не литить, а там этого ничего не было. Просто было молитву. Сейчас маленькое лимоническое вступление. Какая-то, какие-то чувства. Позови меня тихо по имени, Ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, Несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, Снова застят мне стекла оконные, Там кивают зелень и смородина. Позови меня, тихая родина. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя. Позови меня, позови меня. Позови меня, грусть, печаль моя. Позови меня, знаю, сбудется наше свидание. Затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, Не тоскуется мне и не плачется. Позови меня, колокольчик, ледаль не ехали, Только мимо с тобой мы проехали. Напылили кругом на копыте ли, Даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя. Позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя. Позови меня. Позови меня тихо по имени, Ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание. Я вернусь, я сдержу обещание. Мы возвращаемся на дорогу, Мы увидим в другой монастырь. Знаменитый монастырь в платье, Основанный отцом Серафимом Розой. Он находится далеко, в пустыне, в горах. Это такой удивительный духовный оазис, монастырь святого Германа Аляскенского. Мне очень нравилось делать эти фотографии, как на картинах Куинджи. В общем, такие прямые тени, сверху солнце. Вот это могила отца Серафима Роза. Вот вместе с отцом Германом они когда-то пришли сюда по благословению и построили себе деревянные хельи и стали здесь жить и писать. Знаете книги за Серафима Роза, «Жизнь после смерти» и другие. Попали мы сразу на Панихиду. И здесь могила могилы. Кстати, если вам видно, написано 2 сентября 1982 года. То есть сегодня ровно 30 лет с огня его представления. Там большой, конечно, праздник и большое стечение народу всех почитающих его. Но мы тоже застали там паломников. Они все, вернее, монахи, монастыря и многие, узнавшие отца Серафима, они тоже верят, что это будущее святой, прославленный, когда он знает. А это оказались тоже все свои люди. Батюшка с матушкой русские из Канады. Это из Болгарии девушка и просто из Минска с Серафимой. Ну вот, мы запечатлелись там. Монастырь очень светлого духа такого. Монаха не сыщешь днем с огнем. Нету. Они где-то все попрятались. Но мы некоторых из них застали. Вот это старые кельи, сейчас там какой-то реконструкции. Ну вот так быт проходит, да, вот так. То есть они особенно не задумываются о том, что им съесть, и как им лучше съесть, и как им лучше лечь. Конечно, там очень жаркий климат, поэтому кельи деревянные, без всякого отопления. Вот это вход в типографию. А вообще монастырь славится своей типографией. И они как раз такой просветительский центр, один из первых в Калифорнии, еще в Америке. У них принцип, они ничего не просят никогда у спонсоров. Но если дают, берут. Но принцип, положим еще о том, Серафимов, жить своим трудом. Вот их основной труд, основной их послушание, это типография. Сначала у них была, я тут не сфотографировала, там было темно, типография, как в каких-то доисторических фильмах. Все вручную, матрицы эти, такие деревянные или железные. Но сейчас уже более современный, вот монастырь там трудится. И продавая эти книги, книги за Серафима Розой и другие, вот они этим, и, собственно, существуют. Вот это силуэт, это все, что мне удалось поймать от Егумина и Лариона. Очень такой интеллигентный, тонкий человек, улыбающийся все время в очках. Он нас встречал, мало что сказал, потому что он по-английски, мы по-русски не умеем. Но так, тут уже, конечно, полно. И монах Гэбриэл, он был нашим гидом, элисофорный монах. Вот он нас ведет в келью отца Серафима, там висел такой колокольчик, он рассказал, что этот колокольчик был пропуском. Каждый входящий туда звонил, если отец Серафим мог, он был не занят, он выходил, и там вот состоялась беседа. Сейчас вы видите, что это за келья. Внутри все оставили, как было. Он сам ее построил, и так и жил. За этим столом написаны все его труды. Фотография историка Кирьевского, вот это он его почитал. Вот его келья, как скворечничек такой маленький. И он ничего не хотел этого менять в облике этого домика. Минасты так на склонах расположен, там очень светло, прозрачно, не жарко, не холодно, какой-то такой райский уголок. Это кельи, так же, как монахи. Мы попали в небо послужения, просто побывали в храме. Этот храм, может быть, вы знаете, он довольно знаменитый, вот в таком виде. Он горел, но отстроили его еще лучше, чем прежний. Многие помогали, приезжали из России, сейчас приезжают расписывать храм. Приедет один Виталий, неизвестный из какого города, попишет, очень красивый там внизу, в росписи, и уедет, просто так, благотворительно. Вот это, какой-то нежный храм. Это внутри храма. Вот это Моисей Мурин, святой. Интересно, что, к сожалению, я не сфотографировала, отец Петр зовет, отец Моисей, можно вас, а там вдали монах бежит. Он подходит, он абсолютно похож на него, только дреды такие вместо. Тогда они изобрели дреды, а сейчас уже изобрели, длинные такие дреды висят у него. И молодой, монах совершенно, черный, очень православный, улыбающийся выражение лица, смиренный, кроткий, он послушный там. Отец Петр говорит, поговорите с нами, отец Моисей, что вы делаете, какое у вас послушание, я вообще в трапезной. Но сейчас у меня был перерыв, и я пошел в эту три могилы. А зачем? Ну, на всякий случай, чтобы были, если что, если что, так уже будут готовы. Вот просто было погодное время, человеку пошел в эту три могилы. И радость убежит дальше в трапезную. Это его святое. Это живописный кадр. Облачение в осуществе монаха. В этом храме тоже, конечно же, есть. Везде есть наши преподобные мученицы. В каждом храме. Очень светлый храм, хороший, иконы садовы. И ни одной души, заходи, делай, что хочешь. Потом нас пригласили в трапезную. Вот это галеве возле трапезной. Угощали там огромными апрекосами. У них там по-простому тоже. Очень простой такой. Дом до всяких особых заморочек. Этикете. Картины, фотографии на стенах. А вот это у них такой пьедестал для того, кто почитает житие. И куда пролезет. Забирается. И там такой птица, фениц или орел. Ну, конечно же, отец Федор разбежался и залез туда. Не будем почитать. Это кладбище всех одинаковых крестов. Ну, вот еще раз могила отца Серафима. Он был первым амахом. Вот последний взгляд в монастырь. Монастырскую стену. Дальше страничка природная. В коллекционе «Понятейшая природа», как я уже говорила. Там что ни шаг, то заповедник. И два таких заповедника. Нас отец Петр Вазин как раз они были расположены по дороге в один монастырь и в другой монастырь. Национальный парк Секвоя. Паральский Раневада, штат Калифорния. Я очень долго мечтала и в Ирландии, и в Англии, когда мы были, сестер пыталась. Ну, где же Секвоя? Вот это уже Секвоя? Или вот это Секвоя? А оказывается, вот они как выглядят. Это огромная деревня, самая огромная в мире. Вообще, в этом конкретном заповеднике находится самое высокое дерево в мире. Но мы до него не добрались, а видели второе по высоте, оно как раз здесь находится. Тут, конечно, нужен масштаб. Нужно понимать, что вот это второе по величине дерево в мире, по длине, по высоте. Это очень высокие, прямые, стройные деревья. Все как солдаты стоят. Нужно, конечно, сравнение с человеком, чтобы понять масштаб, насколько они огромны. И еще, это и есть красное дерево. Вот у него гора красная. Ну, вот это такое средненькое, маленькое такое деревце. Там, конечно, прекрасный воздух. Вот кони, видите, лошадки, какие они маленькие, по-самому, из деревьев. Вот это изнутри. Вот это изнутри. Виноградники там устраивают встать, и мы были ранним утром, поэтому тоже никого нет. Девушка, бочешь. Заехали, ни одного человека так и не увидели. Прошли, пофотографировали, могли бочечку с собой треплодить. Нельзя. Вот они так хранятся. Много. Следующий заповедник, это озеро Дахо. Ну, высоко в горах. Чистейшее озеро. Это, конечно, курортное место там. Это удивительно. КОНЕЦ 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 Сейчас, конечно, хочется еще сказать о людях, православных. Ну, я почему назвала этот фоторепортаж «Другая Америка». В той прошлой жизни я бывала в Америке, но совсем в другой Америке. Я там не видела, даже не подозревала, что там есть вообще православные храмы. Это было давно. Я там была в Лас-Вегасе, например, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Манхэттене. У меня просто есть гости тогда по частному вызову, и это был другой совершенно мир. Я думала, что Америка такая и есть. Но тем более телевидение и кино добавляло в эту копилку впечатлений. Не совсем положительно. А здесь все-таки каждая страна это люди, прежде всего. Природа везде находится уникальная и красивая. Это же в Арктике или там в Тунрике. А здесь у меня такое создалось впечатление, что Америка это абсолютно православная страна. Ну, это неудивительно, что у меня такое впечатление. Я там общалась только с православными людьми. Даже здесь у себя в Минске иногда встречаются люди или неверующие, или других вероисповеданий. Но там так было устроено наше пребывание, что мы общались только с православными. Они были и американцы, не понимающие по-русски ни слова. Они были и русские, которые приехали и эмигрировали достаточно недавно. Это были и русские люди, которые уже родились во втором или в третьем поколении эмигрантском, в частности, отец Петр. Это замечательно, удивительно, конечно, человек, который на себе понесет большую ношу, опекает. Да, кого он только не опекает. И там есть, конечно, и проблемы, но вот отец Петр, человек, который решает, наверное, любые проблемы, надеет внимание всем, молодежи и издательство у него большое, собственно, его включение, оно там существует. К нам он уже приезжал два раза. Так вот, интересно, что люди во втором и третьем поколении русские, родившиеся, там безупречно говорят по-русски, говорят по-русски так, как у нас еще даже не каждый скажет, не у каждого слышит. Они очень бережно относятся к своим детям, к их образованию, их обучают на русском языке. Они, конечно, и английский знают хорошо, но они говорят совершенно без всякого акцента при этом. И этому очень способствует воскресная школа. Там как раз при храме воскресная школа, которая действует как школа вообще, не только воскресная, но вообще школа общая образовательная. И это очень большое дело. Отец Петр радушный хозяин, кормил нас, поил. Отец Петр стоял тоже рядом с митрополитом Лавром, бывшим предстоятелем зарубежной церкви американской, который много потрудился, его трудами-то митрополита Лавра и нашего святейшего патриарха Алексея будут заключены в союз и разрушена вот эта стенка между зарубежной церковью и нашей русской церковью. А Отец Петр, его духовное чадо, митрополит Лавром его рукополагал и даже в чтеца, и в дьякона, и в иерея. И вот во время нашего пребывания Дев Петр отметил 30-летие своей теченической хиротонии. Ну и люди, вот люди. Это спины наших белорусских людей. Это Игорь Ксензов, а это Маша, которую он взял с жен и у нас вел из нашего мастыря и вот перевез Сан-Франциско. Это у них уже родилась Аня. Они, конечно, хорошо говорят по-русски, потому что они русские. А вот эти люди тоже очень хорошо говорят по-русски. Это матушка, у нее девять детей и штук шестнадцать внуков этой матушки. Вот это имляне, если познакомить. Они американцы, но они очень хорошо говорят по-русски, поют естественно по-русски. И очень просили молитву. А вот этот Джон, он вообще не говорит по-русски, но он регент. И он ведет службу на церковно-свальянском языке. Он чистейший. По-русски несловно говорить. При этом там такие люди часто встречаются. А это Никки. Причем именно Никки, хотя он, конечно, Николай, он сын того самого протеерея, который на буднях там внизу поет отца Сергия. Он студент Джон Тапельской семинарии. Это их альма-матер. Они все оттуда вышли. как правило, интересно, мне рассказали, что в Джордан-Вилле очень строгие порядки. И там даже дети ходят под струночки и отстаивали все службы. Там вообще детей не видно и не слышно. Их каким-то образом анаги умудряются их приучать к послушанию тишине. Это более крупный план. Отец Сергий дал священник с собой красотец в Турнике. дом очень радушные люди, с тонким чувством юмора, очень веселые. Они с матушкой вяли на себя в учении как раз о воскресной школе и о их гимназии. Они имеют большой повод как растить русских за границей. Вообще у них огромная любовь к России, ко всему русскому. Начиная с антологии отца Петра, которые в интернете мы выискиваем, русские песни. Но мы много чего слушали в этих поездках, и хоры русские, американские, на английском и на русском, и инструментальные, много чего. Но в центре все-таки были наши русские песни такие за жизнь. Они очень любят русских людей, очень любят Россию, очень любят все связанное со своей, как они говорят доисторической родиной. Это владыка Феодосий, с ним связана такая история. Он как раз живет в архиеристом доме, там, где келья владыки Иоанна. Мы пошли в келью, а он как раз собирал чемоданы ехать в Москву, но он ради нас задержался, отставил эти чемоданы, делил нам внимание. Молодой довольно владыка, сам с Украиной и рассказал такую историю. Мы с ним как-то так душевно поговорили, он со мной как пастырь поговорил, какие-то советы даже дал. Он вообще очень улыбчивый, с таким мягким, как-то не очень запечатлилось его мягкое выражение лицо, но такое немножко мягкое, но такое мне отказалось. И он попросил меня молитву о его новопредставленной маме, которая была с хиевоменей на Украине и последнее посещение, когда он к ней ездил, а я у нее спрашивала, откуда вы меня сняли? Он так сразу по мне обратился, что он знает меня. Он говорит, я знаю вас и ваш монастырь, я знаю все, мне моя мама рассказала, когда он был у нее на Украине, она ему дала диск инокеми с такими примерно словами, вот сынок, посмотри, какие бывают монастыри. И он досмотрел. И поэтому очень вдохновленный нашим монастырем, я его пригласила, он приедет. И после праздника святителя Иоанна там устраивался большой пир на весь мир, на всех, кто только был, там в двух залах накрывались столы, долго к этому готовились, и Ольга вручала свой дар эту икуну, тут не очень хорошо видно, оно очень тонко написано. Это главный Владыка Кирилл, тот Владыка Феодосий Викарный, а это все американские Владыка Кирилл. Там вообще Владыки более доступные, такие простые, как и в Европе, тоже наши сестры рассказывают. Он сразу ко мне подошел говорит, а вот кресты можно такие заказать, а вот чуточки можно такие как у вас тоже склести. Сейчас уже все готово, и мы будем посылать заказ. Это архиерейский дом. И сейчас несколько видов храмов в Сан-Франциско я проговорил, что там 13 храмов. Они довольно маленькие, простые, но у них есть святыня. Например, это времен Илана Грозного такая в драгоценных камнях как панагея красивая, массивная, большая. Конечно, мы не могли не было скромоззетельно на данном хоре. Везде, конечно, нас встречают дешевые мученицы. Скорее всего, во многих местах написаны в нашем мастере. Мне просто заинтересовала икона, которые кающиеся красноармейцы. Храм византийском стиле, но Серафима Саровского, потому что это его ревец всего как он готов. Это батюшка как раз из Сакрамента. У него храм, там очень много господских храмов. Воскресение, Прикражение, Троица Жермача. Ну, вот, наверное, на этом уже закончился и раз с О, ле-л-о-и-я, ле-л-о-i-я, 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 Субтитры подогнал «Симон»